Доброе утро дорогие мои! Сижу отвечая на ваши вопросы и следующий даже не вопрос, а комментарий обсудим. Я его оставил, хотя он очень большой, даже маленечко критический. Я критичные комментарии не очень часто оставляю, но там женщина решила защитить Вячеслава Боровских и написала следующее, нет там никакого Будды, зачем вы на него льете грязь. Я лично протирала все эти статуэтки, в этом кабинете что-то делала и никакого Будды там нет. И фотографии, которые скрыты, там действительно висят. Фотографии с отцом Сергием Вячеслава Боровских и еще, что она сказала. А, у них очень хорошая деятельность, настоящая православная деятельность и побывав на беседах с реабилитантами, это реабилитационный центр, я встретила живого бога. Живого бога. Там комментарий этот висит. И последнее, что она тоже высказала, никакое это не символическое, значит, не символ. Этот парусник, этот парусник символ этого центра. Вы сами можете почитать, что он обозначает, чем, в общем-то, и утвердила мое мнение об этом паруснике. Я извиняюсь, нет Будды, но нет Будды. Я тогда извиняюсь, что я думал, что там есть Будда. Это раз. Значит, с парусником она сама подтвердила, так как она, как я понимаю, профан, она не понимает, почему такой парусник взят в, значит, символ. Но я-то думал, что я ошибаюсь. Я думал, что он просто его купил, значит, и поставил как символ богатства. И когда вот это я все рассказывал про то, каким символом может быть парусник, то боялся обидеть Боровских. Поэтому, если вы почитаете, то я там так как бы в общих, что а парусник вот это может, а вот это может вот. Но теперь я уже точно убежден, что парусник взят как особый символ, и это не случайно. То есть она подтвердила. Если в этом нет магического смысла, то либо она не понимает, что его нет, либо Боровских не понимает, что нельзя было такой парусник брать, поскольку магическая история этого парусника, она всю историю, может так сказать, человечество существует. Но я думаю, что он не такой глупый, и поэтому, и поэтому, что он не глупый, он и не показал нам фотографии с Сергием. Да, она еще сказала, этот центр кормляется Сергием. То есть вот она утвердила, что взаимоотношения очень плотные, длительные. И тогда совершенно понятно, что дела совсем там плохи, поскольку Боровских трижды говорит, что он с Сергием не близок. Один раз говорит, что он много лет с ним не виделся. За долгие годы я там впервые... А как же кормлять центр и не видеться с тем, кого ты кормляешь? Либо ложное кормление, то есть он там просто как афиша, что вот он нас окормляет. Либо Боровских опять пытается от него отделаться. И... Но больше всего меня, конечно, взволновало то, что я побывала на беседах и встретила живого Бога. Живого Бога. Все утверждают, что это православный реабилитационный центр. Но я неоднократно писал и неоднократно указывал, что у нас почему-то, ни с того ни с сего, православные церкви захватили баптисты, евангелисты и так далее. Я обобщаю. Там кто-то попытался меня объяснить, что нет, это не баптисты, это евангелисты, а это яговисты. Слушайте, это ничего не значит. Там под разными названиями одни и те же люди и одна и та же структура, которая захватывает Россию в таких, значит, это. И я так полагаю теперь, что этот центр все-таки он под баптистами или протестантами, или вот те, кто живого Бога продвигает через систему 12 шагов. Я неоднократно утверждал, что это система антицерковная, антиправославная, хотя у нас на официальном уровне разрешено эти 12 шагов с неким вот такой, с православным неким уклоном, причем особенно она стала популярна с приходом в патриархию епископа Кондрашкина, Мефодия, который контролирует эту систему. Если до этого еще кто-то сопротивлялся и пытался какие-то православные системы реабилитации, то Кондрашкин под видом православных систем, 12-шаговых систем, где в конечном итоге приход к протестантству, к бактизму, к евангелизму, как хочешь, ну как хочешь. То есть к живому Богу, к живому Богу, а не при Святой Троице, не к Господу нашему Иисусу Христу. Кто для нее стал живым Богом, я не знаю. Так, потому как она к Боровских защищает, то, может быть, Боровских для нее и стал живым Богом. Потому что вот там, в протестантизме, так и есть. Ну, в общем-то, там даже по-другому, что вот вы, находясь в этой системе, в 12-шаговой, вы двигаетесь к живому Богу, руководителю Центра. То есть вот он, ну, я сто раз это разбирал в ЖВЖ, вы можете это все смотреть, но там все вот эти пошаговые этапы ведут, что на последнем этапе ты принимаешь общину как тело, можно как вот это реабилитационное, как тело Божье, а руководителя как живого Бога. И теперь понятен вот этот смысл разговоров Боровских, его посыл о том, как он недоволен церквью и патриархом и всем остальным, потому что он, похоже, под видом православного, на самом деле, какой-то либо протестант, либо это, либо я, как вам рассказывал, сейчас есть новая церковь, так называемая. Вот. И эта новая церковь разрешает быть в любой, в любой структуре. Они могут в мусульманство войти, могут в буддизм, там, в православие и так далее. И все равно, как ты и где ты служишь, главное надо иметь в виду, что ты принадлежишь к этой системе. И кораблик здесь опять прямо вот один в один. То есть это всего, скорее всего, так. Поэтому спасибо за комментарий. Действительно, еще раз извиняюсь, но нет, Будды нет, ладно. Но вы утвердили в меня в полном понимании. И теперь я уверен, что да, и кораблик не случайно стоит, и религия там не совсем, значит, православная. И Боровских, похоже, считают себя живым богом и с такими лекциями по стране и ездят. Так что спасибо. Всего вам доброго. Аминь.